Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Эльберт Раткин. Сегодня у нас в студии доктор политических наук, религовед Роман Ломкин. Роман Николаевич, приветствую вас! Приветствую вас, Альберт, очень рад снова быть у вас в гостях. Ну, сегодня вот вживую, не по Зуму, а в студии сегодня. Да, ну, вживую — это как раз наиболее востребовано, люди просто уже хотят, и я тоже устал от Зума. Да. Сегодня вот я предложил вам, да, мы хотели бы обсудить, наверное, на икунических шестых чтениях, вот доклад Александра Солдатова, известного, не знаю, религоведа. Я, к сожалению, мало знаком со всеми, кто участвовал в этом, в этих чтениях, но я прослушал весь доклад не один раз, и мне понравилось. Что вы увидели в этом докладе? Ну, прежде всего, нужно понимать, что это такое мероприятие правозащитное и идеологически направленное. Это якунинская конференция была, где прозвучал доклад Александра Солдатова, и конференция якунинского комитета, я так понимаю, что это часть московской хельсинской группы, и в том числе там сотрудничает с мемориалом, вот, по-моему, нужно говорить, что это организация, признанная иностранным агентом у нас. Там мемориал был, разве? Ну, мне кажется, что да, мемориал признавали какой-то такой организацией, но при этом это просто полагается вот везде в СМИ говорить об этом, но при этом можно замечать, что организация сама не признает этого статуса. Соответственно, это мероприятие, прежде всего, как бы не научное, а скорее публицистическое, такое, идеологическое и правозащитное. Соответственно, Александр Солдатов, главный редактор портала Кредо.ру, и главная заслуга Солдатова, по моему мнению, это то, что он стал, он основал первое такое и, в общем, самое популярное на начало 2000-х годов, на 2010-е годы церковное или около церковные СМИ в интернете, такой самый главный портал. И где-то до появления портала «Православие и мир» никакого другого портала вообще не было, вот такого рода. И действительно, это был как бы, вот есть там вся мощь московской патриархии, есть портал Кредо.ру. Сейчас ситуация изменилась. И как раз, ну, мне кажется, что и реакция на доклад Солдатова, и сам доклад, он тоже, ну, вот говорит об изменении вот этой ситуации там вокруг, и портала Кредо, и Солдатова, и вообще ситуации с оценкой церкви, церковной структурой московской патриархии. И я рассматриваю этот доклад как часть, что ли, общей, вот общего восприятия церкви в современной России. Для того, что церковная жизнь за последние 20 лет значительно усложнилась. Появилось и новое поколение духовенства, и молодые епископы, которых достаточно много, назначил там несколько десятков, назначил и рукоположил патриарх Кирилл с 2009 года. Соответственно, в церковь появилась там масса социальных и культурных, образовательных проектов. И, в общем, в рамках социального служения церковь особенно стала флагманом среди всех общественных организаций в России. Ну, всех остальных-то и вытолкнули. Вот я говорю, по-настоящему, знаете, ситуацию по протестантским, выдавили отовсюду, из всей социальной работы. Вот часть вытолкнули. И я как раз тоже писал о том, что церкви в каком-то смысле повезло. Что, значит, во-первых, ее как бы не удалось, что ли, государству совсем уж там реформировать сверху и подстроить под себя. В том числе потому, что некоторые моменты оказались, ну, невозможно сделать теократическое государство в России. Вот такую теократию. Оказалось невозможно ввести, значит, полностью преподавание основ православия в школах. Ну, объективно говоря, там 20-30% выбрали эти основы православия. Все, на этом все, как бы эта граница была достигнута. Сейчас же увидели и заговорили, по-моему, митрополит Элларион заговорил, что надо вообще в детские сады начать внедрять уже основу. Да, ну, как бы с точки зрения церковной иерархии и верующих, конечно, хорошо бы, чтобы дети и в детском саду имели такую возможность факультативную с разрешения родителей изучать как бы основы веры, там, детскую Библию читать. Вообще-то чудно звучит в детском саду факультативы. Ну, факультативы с той точки зрения, что родители сами ведь должны написать разрешение, что я разрешаю моему ребенку читать детскую Библию. Ну, почему? Я, например, не против, был бы, чтобы ребенок в детском саду смотрел картинки и ему рассказывали бы по детской Библии, что такое Ветхий, что такое Новый Завет. Это плохо разве? Нет, запараллелить со школой, тогда надо и Коран читать, и буддийские книги, и иудаист. Да, но в этом случае вся образовательная система, так же, как и в случае с экспериментом по основам религиозных культур и светской этики, вся система как бы стала работать по правилам. То есть, есть основа православия, но должен быть выбор других компонентов. В детском саду будет то же самое. К чему это пройдет в детском саду? Все говорили, что в школе все передерутся, православные будут бить католиков, мусульмане, буддистов и так далее. Но ничего такого не случилось, ничего не произошло. Ужасное. Просто 20% выбрали и все. Но я к тому, что не удалось сделать такую тократическую систему и провести вот такую что ли религиозную реформу на государственном уровне. И так же, к примеру, в армии хотели ввести институт военного духовенства, но при этом сейчас где-то чуть больше 100 есть священников, которые работают в армии и получают за эту зарплату. И все. О чем Солдатов говорит в своем докладе? Он говорит об этом. Но 100 человек на всю российскую армию, извините меня, это... А храмы, построенные в воинских частях в светском государстве? Есть храмы, да, есть главный храм вооруженных сил Российской Федерации. Есть в большинстве воинских частей, это все-таки не храмы, а часовни. И есть также молельные комнаты, то есть туда ходят воинские части имамы. Есть раввины, даже которые посещают. Вот в Федерации юридических общин России есть специальный раввин, который отвечает за отношения с вооруженными силами. По-моему, это Аарон Гуревич. Соответственно, у всех есть формальный доступ, конечно, там у католиков и протестантов возникают проблемы с этим, но в отдельных случаях все-таки пускают. И я знаю, что и пасторы иногда приходят, и католические священники, но просто это особо не афишируется. Это все, ну у нас как бы так построена система. Но я к тому, что в общероссийском масштабе вот такого рода реформ провести не удалось. То есть институт военного духовенства, там в каждой воинской части, там, чтобы был духовник, который исполняет такие обязанности политрука, то, о чем писали, то, чего боялись, этого не произошло. Но этого объективно нет. По разным причинам. Ну а вот зачем тогда этот главный храм России? Не слабое название. Вот здесь у нас, как бы, мнение солдатов, мы рядом других критиков московской патриархии расходятся по поводу вот этого храма. Я думаю, что этот храм, этот храм прежде всего для самого Министерства обороны, даже, может быть, лично для Министра обороны России, для Сергея Шойгу. Критиковали же как раз за всякие языческие символы, которые там произобилуют. С точки зрения вот Солдатова, этот храм воплощает современную идеологию и мировоззрение русско-православной церкви, что это как бы исходит из, что ли, сердца московской патриархии, что они так думают. Но я думаю, что это не так. Я думаю, что это не так, потому что и по, если судить по самому процессу создания этого главного храма вооруженных сил, совершенно очевидно, что эта инициатива исходила от государства, от власти, от Министерства обороны. Там даже все эскизы утверждались Министерством обороны при, в общем, довольно такой, как бы, относительной церковной экспертизе. Церковная критика вот этого проекта была достаточно большая, и я бы сказал, что беспрецедентная. Ну, одного священника, который там особенно активно критиковал этот храм, его даже, как бы, сняли со служения. И там был вот целый ряд статьй, в том числе и представителей духовенства о сомнительной культурной ценности вот этого памятника, опять же, на портале «Правмир» тоже, и на целом ряде других порталов. Хотя я вот со стороны, значит, смотрел и видел, как бы, отчеты моих коллег-искусствоведов, которые туда ездили и смотрели. Ну, некоторые элементы им понравились. Особенно вот такой буддийский Христос. Но сама архитектура. Как будто С-400 вот стоит уже готовая к запуску, нет? А вот С-400, это, конечно, такой военизированный образ. Военизированный, но я не уверен, что все-таки это именно образ вот такого военизированного православия. Что там хотело сказать эти Министерства обороны? Я думаю, что здесь можно гадать, но, наверное, для Сергея Шойгу и для российского государства, это, прежде всего, показатель, что ли, ну, освящения воинской славы. Это, прежде всего, освящение нашего такого вот святого, сакрального символа и ядра, как бы, нашей исторической памяти. Это Великая Победа в Великой Отечественной войне. И это получилось. Это, в общем, это, конечно, там достаточно далеко от христианской веры и от Евангелия. Но это получилось, но это, прежде всего, в общем, оказалось нужным только Министерство обороны. Вот как этим пользуется Московская Патриархия, я этого не вижу в жизни церкви. Это нигде не приводится в пример, как великое достижение русской церкви. То есть священники это не приводят в пример там своим прихожанам на каждой проповеди. То есть в жизни Московской Патриархии этот храм, его образ не имеет никакого значения. Ну что, дистанцировались, что ли, получается? Немножко, как бы. Ну, в церкви, около государственной церкви, православной, они всегда, ведь, находятся в таком состоянии такого лукавого баланса в отношениях с государством. Где-то дистанцируются, где-то они, в общем, должны поддержать вот эту всю патриотическую мощь государства и от этого никуда не уйти. Так что здесь, как мне кажется, что более хитрое. Ну, вы слышали, вот я у солдата много терминов для себя почерпнул, а у вас лукавый... Лукавый баланс. Лукавый баланс в православии. Да, лукавый баланс. Но я, в общем, все это говорю к тому, что, ну, не получается у нас создать такого тократического государства и вот такой цивилизационной там сущности, как говорит Солдатов, и как отмечается в этом докладе. Ну, доктрину вот вводит цивилизационный национализм. Цивилизационный национализм. Правильно, был такой. Но был такой 20 лет назад. И как раз про вот этот цивилизационный национализм и в рамках идеологии русской цивилизации, вот тогда еще митрополита Кирилла, особенно много на портале писал именно я. Я могу честно признаться, потому что тогда, собственно, это совпадало с моим ощущением церковной жизни и идеологией московской патриархии. С 90-х годов Всемирный русский народный собор развивал эту концепцию русской цивилизации. Конечно, националистическую концепцию, там, с отрицанием демократии, с таким корпоративным государством, в общем-то, авторитарным и так далее, с критикой там парламентских форм, там, партийной конкуренции, тогда митрополит Кирилл об этом достаточно много говорил. Я даже сам задавал как-то этот вопрос митрополиту Кириллу, будучи журналистом, на канале, значит, ТВ-6 была программа, там, акулы-пера такая была. Я там принимал участие, митрополит, и Кирилл там был, и я ему тоже задавал вопрос как раз по поводу вот этой русской цивилизации или цивилизационного национализма. Вот, но он всегда, как бы, умел мягко уходить, значит, от ответа. Но в целом тогда он был более критично настроен к демократии, демократическим ценностям в целом, чем сейчас. Потому что тогда вот апофеозом, как будто этой антидемократической позиции церкви, мне кажется, было принятие декларации о правах человека Всемирного Русского Народного Собора в 2008 году. Ну, вот, патриарх Кирилл же как раз тогда же и назвал, да, что права человека — это ересь. Вот, а когда, ну, это когда уже Кирилл стал патриархом. Когда вот патриарх Кирилл как бы заявил о том, что там права человека — это ересь, это было как раз в начале понтификата, как сейчас говорят по католической традиции патриарха нашего, то тогда возникла достаточно большая волна. И очень сложно было представить себе еще там 10 лет назад, что когда патриарх скажет вдруг, что права человека — это это ересь, по старой, как бы своей, вот привычке, наверное, 90-х годов, митрополит Ларион сразу дозавуировал вот это заявление патриарха, сказал, что он не то имел в виду, что мы за права человека. Целый ряд священников тоже стали комментировать, и вот отдел внешнецерковных связей тоже это прокомментировал в таком духе, что нет, мы из-за свободы совести, из-за права человека, а после начала и вот этого украинского, русско-украинского конфликта и войны в Сирии на Ближнем Востоке, когда там католики православные стали вместе защищать там права христиан и в Европе, и на Ближнем Востоке, то тогда тема прав человека и свободы совести стала главной в риторике московской патриархии. Знаете, это изменение, по-моему, радикальное очень, ну, с моей точки зрения. Конечно, и поэтому я считаю, что, значит, во-первых, вот такое приписывание, что ли, патриархии военизированного образа православия, национализма, вот этой концепции уже устаревшей русской цивилизации, это все дело прошлого, это все устарело. Ну, вам не кажется, что автор... Это все из 20 лет назад было и прошло. Ну, мне кажется, что автор вот всего этого все-таки, не знаю, вот, взгляд со стороны, что все-таки Дугин является автором всех этих конструкций и теорий, национализм, всех цивилизаций наших, русских, православных. Ну, Александр Дугин, да, такой цивилизационист и евразиец, и здесь есть несколько, на несколько таких пересечений с Дугином, но дело в том, что... А кто еще философ в православии из известных, кто бы мог предложить такую концепцию? Ну, Дугин тоже условно-православный философ, потому что Дугин одно время был и старообрядцем, и, ну, сейчас, наверное, православный. Но в целом его, вот эта Дугинская теория, она, как бы, она, что называется, где-то рядом стоит с православным мировоззрением, все-таки не совсем с ним сочетается. И дело в том, что еще в 2000-е годы оказалось, что церковь не может быть вот столь, как бы, националистичной, да, что в церкви не может быть только русского национализма. Русско-православная церковь, все-таки церковь всего российского народа с, как говорят солдаты, с имперским мышлением. А имперское мышление подразумевает присутствие самых разных наций внутри церкви. И, в общем, восприятие и диалог с любыми народностями, там, коренные народы России, и в том числе, кстати, иммигранты, именно поэтому у русско-православной церкви, в общем, не было никакой, никогда не было никакой анти-иммигрантской риторики. Именно поэтому, потому что для церкви это совершенно невозможно, и особенно в России. А, в другой стороны, церкви невозможно отпустить кого-то, ни белорусов, ни Украину, вот с имперским мышлением-то. Это все наше, это все мое. Ну, с точки зрения российского государства и у многих россиян, конечно, довольно сложно сказать, что Украина это уже другое государство, совершенно другое общество, другая культура. И мы хоть и братья, но такие уже отдаленные. Но с Украины, к сожалению, это постепенно вот так и получается. С Белоруссией мы, братья, я надеюсь, что в будущем так и останется. Как оно будет в политическом отношении, это большой вопрос, который будет разрешен, наверное, в ближайшие года-два. И в связи с такой имперской позицией церкви, как церкви всего российского народа и самых разных национальностей, совершенно невозможно для церкви заявлять только одну позицию русского национализма. Поэтому и Дугин для церкви неприемлем. И концепция русской цивилизации, которую развивал митрополит Кирилл, она в конечном счете переросла в концепцию сначала восточнославянской христианской цивилизации, о которой стал достаточно много говорить патриарх Кирилл. А затем, особенно после объединения зарубежной церкви и московской патриархии, это превратилось в идеологию русского мира, о которой особенно активно стал говорить патриарх Кирилл и Путин. Ну, может быть, с разным акцентом. Потому что для Путина это соединение белых, красных, имперского, советского и нынешнего времени, как бы величия в самых разных периодах нашей истории. Для патриарха Кирилла это такая несколько историасовская концепция, которая включает в себя именно такую православную цивилизацию и принадлежность самых разных народов к русской культуре. То есть, опять же, это не русский национализм. Большая критика этой теории идет везде, в постсоветских странах. Да, поэтому я неоднократно говорил, что после 2015 года русский мир вообще исчез из риторики московской патриархии и патриархи Кирилла. В 2015 году патриарх Кирилл в одной из своих проповедей заявил о том, что нельзя использовать определение русский мир в политических целях. И для того, чтобы его стали использовать, особенно активно в русско-украинском кризисе. И на Украине, и в России, в общем, в прессе русский мир стал таким как бы нарицательным с разных точек зрения. Ну, не только Средняя Азия, а на Украине это стало даже символом как бы агрессии, ну, как и в Европе, и в США. Соответственно, патриарх сказал, что нет, мы, когда говорим о русском мире, это не Советский Союз. Это, прежде всего, русская культура, это наша православная вера. Даже с акцентом большим на русскую культуру. И все. Больше о русском мире патриарх не говорил, потому что, ну, бесполезно оказалось объяснять, что такое русский мир, когда как бы ситуация изменилась политическая, его политическое наполнение, смысл изменился. Но, опять же, этого никто не заметил. И все равно критики московской патриархии, ну, они говорят об одном и том же, там, последние 20 лет. Вот я, например, вам возложил сейчас эволюцию вот этих концепций, там, от русской цивилизации до русского мира. Это же прошла целая эволюция, естественная, совершенно естественная, потому что патриарх, когда стал главой церкви, ему нельзя было там только говорить о чем-то восточнославянском или о чисто русском. Патриарх — это всегда такой медиатор между разными направлениями. Нужна была бы, нужна была концепция еще более как бы общая для управления всем церковным пространством. И она появилась, эта концепция. Не замечать этого как бы нельзя. Но есть идеологическая позиция, которая вот этого не замечает. Я бы сказал, что есть целый ряд вот таких критиков на русско-православной церкви, которые там либо не понимают, либо сознательно не замечают, либо вообще как бы не могут воспринять то, что происходит. Вот все это многообразие, которое сейчас есть в православии. — Я ловлюсь на мысли. Может быть потому, что очень сильно вот даже идея этого русского мира военизировалась? Вот после украинского кризиса особенно. Все побаиваются, вот знаю ситуацию, и в Средней Азии, в республиках, в государствах теперь. Все же понимают, что такое русский мир. Это русская православная армия. Это война, это навязывание. Вот может быть здесь страхи? — Так поэтому я и говорю, конечно, концепция русского мира военизировалась. И именно так она теперь вписана в нашу вот такую патриотическую, что ли, значит, концепцию нашего государства. Но при этом именно поэтому церковь и отказалась от определения русский мир. И сам патриарх от этого отказался. Таким образом, да, есть, ну, на Донбассе там были вот дружины, которые использовали, значит, православную символику, но при этом церковь официально никого не благословляла. — Ну как же нет? Когда в монастырях прятались и собирались вот эти боевики все, как называют их сейчас? — Ну, в монастырях прятались, да, были такие случаи. — Храмы, священники благословляли их. Но при этом, к примеру, как и сама Московская патриархия, так и Донецко-Луганская епархия никогда официально никого не благословляли и всегда занимали такую как бы, ну, среднюю позицию. За это их критиковали и на территории Украины, из территории Украины, и критиковали, значит, в ДНР, ЛНР, что они с ним не поддерживают вот таких отношений, не благословляют все их акции там и так далее. — Ну, простой глубинный верующий народ всех этих тонкостей не понимает. Все же видят, вот нашивка есть и есть кто там. Значит, это вот и есть Московский патриархат. — Ну, это... — Опять же, вот в докладе у солдата вот прозвучали... — Другой вопрос. — Несколько... — Просто социолог-то должен разбираться и религиовед, и говорить правду о том, кто, к чему, значит, относится. Мало ли православных групп или там мусульманских, буддийских есть в мире. Надо понимать, что это совершенно разное. Что официальная позиция одна, что официальная позиция, она претерпевает определенную эволюцию, который... Вот люди, которые как бы считают, что церковь вообще не меняется и она предата государству, они вообще этой эволюции не видят. И более того, когда эта эволюция происходит, а сейчас она видна, вот эта эволюция в церкви, я бы не сказал, что... Ну, все-таки определенный перелом произошел, но пока в публичном пространстве все-таки церковь как бы недостаточно, что ли, изменила свой образ. То есть... — Ну, в ковидный год очень стало заметно, как даже по поведению президента и патриарха. Помните, возложение там цветов, президент один был, патриарха отослали куда-то аж на Поклонную гору, один стоял, вот кадры эти, ну, для меня это были какие-то как сюрреалистические. Один брошенный, никому не нужный, вот этот патриарх московский. Ну, при всем уважении, при всем... Ну, вот так выглядело, что государство поиспользовало церковь и дистанцировалось. Вот за весь год-то так и было. И вот последний риторик, вот я опять к докладу возвращаюсь, когда некоторые священники, вы знаете, да, и вот он приводит слова там, мы потерпим, нам не впервые, вкладывайте больше милитаризацию. Кого он цитирует-то? Диакона какого-то Илью Маслова. Ну, и некоторых других еще священников, которые вот действительно говорят об этой военной теме. Ну, вот об этой военнеземной тематике там есть, там безусловно, какое-то количество духовенства, которые, что ли, это для нее конек, вот это военная православная тематика. Но церковная жизнь, вот в целом, все-таки протекает в совершенно другом направлении. Это я осужил по развитию там отдельных епархий с молодыми епископами во главе, по развитию общинной жизни, опять же, по тому количеству социальных проектов, которые, ну, стали действительно там прорывными для церкви, потому что раньше этого не было. Волонтерские движения. Да, как я вот всегда говорил, что в начале 2000-х годов сами социально активными были протестанты, евангельские церкви, и именно они были, что ли, пионерами социального служения и в работе с группами риска, с наркоманами там, с алкоголиками там и так далее. Теперь все, теперь русско-православная церковь обогнала, значит, протестантов вот в этой сфере. Это развитие дает большой толчок и развитию как бы такой гражданской жизни, гражданской активности и, собственно, политической. Поэтому происходит и формирование такого политического сознания среди духовенства, которое реагирует на все, что происходит вокруг. На вот эти протесты, на задержания, на разные заявления чиновников, на законопроекты. Вот там движение 40-40 сейчас выступает там активно против отмены бесплатных парковок по выходным. Потому что в Москве много храмов. В центре Москвы, да. Да, все приезжали там, парковались нормально. Сейчас приехать в храм, это значит заплатить там лишние деньги. Вот зачем это делать. Ну и целая вот эта антиабортная компания, которая устраивает православное движение, это уже помимо 40-40, есть целый ряд других, там и межцерковных, и пархиальных, ну и так далее. Ну и движение за жизнь. Ну это же большая такая сложная жизнь. И поэтому меня на самом деле вот коробит, когда люди, которые не понимают и не хотят видеть всего этого многообразия, говорят о том, что в патриархии нет христианской веры вообще. Что вот они... Вы думаете, в докладе у Солдатова прозвучало разве так? Да, безусловно. Я смотрел видеозаписи, и там он прямо говорит о том, что это же не христианство, это не вера, это вот такая как бы там квази-патриотическая государственная мифология, и что патриархия вообще это собрание каких-то там мифологов, вот, о неверующих людей. Тема просто иконческих исчезаний была немножко другая, как раз рассказать о трудностях, о гонениях, о проблемах, которые существуют. Не, на самом деле, понимаете, я вот слушал и думал, что ну, если бы я не знал, что это солдаты, что это именно доклад о там религиозной свободе, я бы подумал, что это какая-то вот такая антирелигиозная пропаганда, когда там целые вот такие пассажи просто посвящены тому, что вот церковь там корыстная, там совершенно антихристианская структура, вот веры никакой, это вообще там псевдовера и так далее, либо там либо ее искажение, ну, мне кажется, что это несколько все-таки перебор с такой антирелигиозной риторикой. А в общинной жизни, да. Причем совершенно на советском стиле, понимаете, вот это меня всегда просто убивает, когда, понимаете, я вот был против и распространения такой антицерковной риторики, когда у нас по федеральным каналам стали говорить про украинских раскольников, и вот как вы правильно сказали, а для простого верующего, в общем-то, что этот в клубике с крестом, что тот в клубике с крестом, а тут поливает грязью духовенство, значит, по полной программе, и это совершенно нивелирование ведь образа и статуса духовенства. Таким же образом тот же самый простой верующий может потом обливать грязью и представители своей же церкви, в той же самой одежде. Ну вот посмотрите, мы сейчас подходим к такой теме, что СМИ формируют вот эти как раз образы все. И для СМИ, конечно, ну что интересно рассказывать там о благотворительности или об общинной жизни. Конечно, лучше рассказать, вот там, епископ или архиепископ выступил и сказал там, типа, наращивайте мощь, там, сажайте, там, гните. Конечно, лучше на негативе, он же везде в обществе воспринимается. Поэтому вот такой взгляд на церковь, может быть, имеет право быть у того же солдата, у других правозащитников. Потому что картинку-то формируют СМИ. Они показывают, этот заявил это, этот заявил это, давайте милитаризуемся. Вот сейчас священники недавно опять обсуждали Псковского, по-моему, священника из Хармажон-Мироносца, по-моему, который тоже начал заявлять на военную тему, что пост хорошо бы вот вспомнил Ленинград блокадный, что вот оказывается верующий, что потом опровергили, получается, священник говорит, там, лучше блокады. А из Пскова, наверное, такой отец Александр Теор там есть. По-моему, из храма Жон-Мироносца. Он заявил там вот это все, что вот на это, на военную тему, что чуть ли не готовимся к атомной войне теперь. Ну, куда вот сейчас? Телевидение уже выгодно это показывать, правильно же? Опять вот этот градус сейчас нарастает, военные риторики в связи с событиями последними, с экономическими, с протестными, с позицией с Америкой, с Западом совсем. Не, понимаете, я вот... То есть народ уже, священники призывают к самопожертвованию. Ну, не совсем я с вами согласен, поскольку есть действительно... Я говорю о СМИ, которые рисуют этот образ. На хорошем ты себе ими не сделаешь. А на плохом, вот на таких резких заявлениях, это же идет, но это расходится по всей стране. И отсюда картинка у меня, как простого человека. Заявление, скандальное заявление, которое очень хорошо расходится в СМИ, и это совершенно естественно, это будет как бы всегда. А понимают люди, что оно скандальное? Или оно вот такое? Ух, ты ничего себе священник заявил. Но при этом говорить о социально-культурной, там, богословской жизни, ну, прежде всего, все-таки о присутствии в церкви в публичном пространстве, можно интересно на светском языке. То, чего как раз и не хватает и на федеральных каналах, и на православном телеканале, там, на любом. От Спаса до Союза. Этого совершенно не хватает. Но говорить об этом можно, интересно. Но, видите, вот про Кураева сняли интересный фильм на Russia Today, вот Антон Красовский. Сняли, и, в общем, это действительно было информативно и интересно для всех, вот этот фильм о Кураеве. Хотя там ничего скандального вообще не было. Просто ходил какой-то человек такой хромающий, бедный. Ну, конечно, это на фоне скандала вокруг Кураева, это тоже, как бы, скандальная тематика. Но можно интересно сделать... Ну, не скандально, хайповый больше, скажем так. Ну да, такая, как бы, хайповая. Потом, ну, целый ряд публикаций в прессе. Ну, я могу привести пример, опять же, тот же сам «Православий мир», где даже социальные проекты достаточно интересно обыгрываются в рамках интервью и разного рода акций, да. Ну, сам сайт отдела социального услужения и благотворительности «Диканея.ру», это «Милосердие.ру». Ну, реально очень интересно все это читать и все просматривать. Я, к примеру, смотрю и сайты, и телеграм-каналы, там, приходы «Ру», там целые вот видеоблоги батюшек, тот же самый, там, вот блогер Николай Бабкин, священник, которые, в общем, ничего скандального не говорят, но это же интересно. Интересно, безусловно, это таким нормальным языком все рассказывается, вот что, как и есть. Ну, интереснее Смирнов был, намного интереснее для простых людей, там все было с огоньком. Ну, это немножко разная, мне кажется, аудитория. И, понимаете, я вот, значит, и хотел с самого начала сказать, что «Солдатов» и вот этот доклад, это часть вот такой компании, которая… Ну, что, черняет церковь, что ли? Которая производит критику в адрес церкви с разных позиций. Я против вот такой идеи заговоров или специальной кампании, которая проводится на общероссийском уровне, но ясно, что есть определенное количество таких людей, которые уже привычно говорят о том, что церковь сращивается с государством, что это ужасно, патриархия, что церковь сдулась. И, понимаете, сказать это достаточно просто. И более того, есть огромная аудитория, которая всегда в это поверит. И согласится с этим. И всегда согласится с этим, даже как бы безо всяких аргументов и не зная о том, что творится в церкви на самом деле. Ну, сейчас общество соглашается с любыми теориями, без всяких аргументов. Мне кажется, что в церкови, если раньше был такой проправославный консенсус, то, вот как об этом говорили социологи, то сейчас этот консенсус как бы немного размывается именно потому, что церковь сама становится более демократичной, более плюралистичной. Именно поэтому на фоне вот такой эволюции церкви, конечно, ее критики, они не могут этого стерпеть. И поэтому прямо говорят, что нет, вот в этой структуре нет никакой христианской веры вообще. Потому что, ну, иначе придется увидеть, что есть, ну, достаточно здорового развития, есть уже общинная жизнь, есть люди разнополитических взглядов, там, не знаю, вот масса интеллигенции, консервативная и либеральная, какую угодно в церковь можно найти. То есть церковь, ну, реально является таким, ну, что ли, локомотивом вот нашей гражданской жизни. Она движется вперед и, ну, как и все общество, вот как мне кажется. Но при этом по церкви это лучше всего видно, потому что интересы и запросы к об остальной части нашего общества, они мало представлены в публичном пространстве. Мы говорим, церкви в городе Москве, церкви в Петербурге, в Екатеринбурге, и все. Это по всей России, почему? Это в... Ну, отъедьте чуть подальше, копните, увидите, что такое. Да, вот копали, отъезжали и видели, что практически в каждой области России, в каждой епархии намного больше такого активного молодого духовенства, чем раньше. Это, безусловно, мало. Вы как религовед сейчас говорите, да? Ну, как социолог, да, который участвовал в реально полевых исследований. Конечно, этого меньше, если представлять весь масштаб и все 140 с чем-то миллионов наших граждан, но при этом и других активистов достаточно мало. Вот эти критики церкви, там не только солдатов, но кто там солдатов, Сергей Чепнин, который написал про церковь, а церковь сдулась. Но Чепнин, как мне кажется, более эмоционально чувствует все нужды церкви. Он пишет как-то более по-доброму, чем солдат, который вообще отрицает вообще сущность христианскую в этой страшной организации. Ну, я думаю, мы подойдем к выводам как раз Киллу. Три вывода он делает. Ну, вот смотрите, складывается такая компания. Вот таких регулярных критиков, как я вижу, солдатов, Чепнин, ну, есть такой коблютранский раскольник Игорь Князев, который тоже, я неоднократно и читал, и слушал его высказывания, от чего у меня тоже уши вяли. И, ну, вот Елена Ивановна Волкова, культуролог, который тоже достаточно активно выступает, Константин Эггерт с Deutsche Welle, который критикует и патриархию, и нашу государственную власть, как бы всех заодно. То есть, опять же, заявлять о том, что власть и церковь заодно, в это все всегда поверят, хотя это совсем не так, потому что у них риторика очень разная. И вот эти люди, все вот это революционное подполье, которое сейчас выступает против церкви, они фактически представляют, ну, во многом, их критика, такая идеологическая фальсификация церковной жизни и образа церкви. На фоне того многообразия, вот того взрыва гражданско-социальной или иной активности, которые на самом деле есть в церкви, но которые, как бы, стерпеть и увидеть, как бы, они просто не могут. По выводам пройдемся? Давайте. По выводам вашим или солдатам? По солдатам, конечно, мне интересно был его доклад, конечно. Ну, и вот эти вот, опять же, он приводит только факты, да, выступления разных священников, хоть до высокого ранга кого-то там, где-то там епископ или архиепископ, или кто-то выступил, да. Вот этот термин расчеловечивания по отношению там к меньшинствам религиозным и к ЛГВТ, там, ко всем остальным, что их любить-то вроде не надо уже, они потеряли образ Божий в себе. Ну, это больше к ЛГВТ, там, сообщество относится. Как? Ну, это же тоже заявление церкви. Ну, во-первых, я все-таки против того, чтобы к любой религиозной организации, в том числе и такой большой, как Московская Патриархия, как Церковь Православная или Католическая, применять вот такие же методы, которые применяют борцы с сектами. Потому что я против, ну, вообще, как бы, оскорблений в адрес там любой иерархии, потому что все-таки церковь, и особенно большая церковь, как бы, национальная, это очень сложный организм. Согласен. И, значит, во-вторых, обвинения, которые встречаются там в идеологизации, в каких-то там, ну, в бюрократизации, прежде всего, и в освоении каких-то там безумных богатств. Эти обвинения, они в церковной жизни были с самого начала существования церкви. И, соответственно, они будут всегда. И католических иерархов обвиняют там примерно в том же самом. Ну, не соглашусь, что с самого начала, может быть, все-таки откинуть до константиновский период. Может быть, уже с Константина пошли вот эти обвинения. Ну, вот я, опять же, не согласен, как человек с историческим образованием, учившийся на кафедре истории Древней Греции и Древнего Рима. Так. Поскольку, ну, вот Иуда, например, из Кариота, он тоже хотел заработать на, вот, он был управ делами, что называется, церкви. Какой патриархии? Ну, тогда не было патриархии, но фактически был управ делами и, в общем, погорел на финансовых делах в том числе. Так, современный язык, да, религархический. Значит, во II веке в нашей эре было написано учение 12 апостолов в Дедахе. И там тоже описывается, в общем, ситуация, когда там стоит принимать, значит, людей в общину, когда приходят те, кто просто хотят там нажиться и не хотят работать, их тоже, в общем, нужно через три дня или через два отправлять его, свояясь к ним домой. То есть уже, в общем, ну, есть, то есть возникают такие вот определенные требования, которые направлены на поддержание чистоты, что ли, церковной жизни. Соответственно, когда церковь становится и политической организацией в том числе, а церковь — это и политическая организация тоже, от этого мы тоже никуда не уйдем. Мне кажется, очень важное заявление ваше сегодняшнее. То тогда и уровень ответственности, и уровень вот этих требований, он, естественно, возрастает. Значит, по выводам, ну, во-первых, как бы нельзя вот подходить с такими же, как бы, советскими, что ли, антирелигиозными мерками и к московской патриархии, ну, потому что это просто неправда. Как я сказал, это все-таки во многом идеологическая фальсификация просто вот этого, как бы, революционного подполья, которое, можно сказать, паразитирует на размывании нашего проправославного консенсуса, когда там немного падает, вот это число, значит, численность людей, которые заявляют о том, что они православными. Эта численность падает просто потому, что от церкви, в том числе от некой православности, отходят те, кто всегда там только в культурном отношении считали себя православными. Теперь они видят, что в церковной жизни, как бы, надо и, ну, и читать Евангелие, все-таки ходить на богослужения, священники начали предъявлять там чисто вот такие церковные требования, естественно, их это, в общем, не устраивает. То есть уходит часть людей, которые, в общем, и не были прихожанами. Но это с моей точки зрения. И те, которые увидели, что церковь — это не чисто культурно-историческая вот такая организация, это не музей. Часть людей отходит. Поэтому здесь говорить о том, что церковь теряет из-за того, что она такая вот плохая, мне кажется, нельзя. Затем происходит все-таки очищение церкви и самоочищение. Здесь в этом есть заслуга частично и самого Кураева. И сам Кураев, поскольку его достаточно часто приводят в пример в качестве такого борца за истину, за моральную чистоту, за моральные ценности, он сам является доказательством вот этой, как бы, большей демократизации и открытости церкви. Никогда в истории церкви, ну, в московской патриархии, потому что до революции там можно найти какие-то примеры, в истории московской патриархии не было вот такого открытого церковного суда над кем-либо вообще. Опять же, одновременно с Кураевым рассматривалось дело двух православных епископов, которых запретили в служении, в том числе за такие, как бы, неблаговидные моральные поступки. Впервые запретили епископов, впервые, потому что я напомню, что еще в начале 2000-х годов при патриархии Алексии там были скандалы в Томске, Екатеринбурге, там такие, как бы, скандалы вокруг епископов и их неблаговидного поведения. Их просто, значит, снимали и ссылали подальше, где они, по-моему, сейчас и находятся. Здесь, извините меня, церковный суд. Затем... Это прогресс? И еще, понимаете, вот все говорят о том, что вот Кураев и вот суд над ним и так далее, это свидетельство какого-то фундаментализма, роста фундаментализма в патриархии, страшные силы. До патриархии Кирилла церковного суда не было. Ну, не было церковного суда. Это не прогресс? Ой, не знаю, как... У нас, у протестантов, у нас даже в союзе есть церковный суд. Да. Судят, отлучают, чего угодно делают. Да, но вот до патриархии Кирилла церковный суд, значит, фактически не действовал в московской патриархии. А сейчас он действует и публикуется постоянно решение этого суда. И до Кураева публиковались эти решения суда, разбираются там дела. Я помню, что вот меня очень удивило, что разбиралась даже жалоба отца Павла Адельгейма, вот тогда, вот когда он был еще жив, из Пскова, такого священника подвижника, действительно, их конфликт с митрополитом Пусковским Евсевием тогда был. Но Евсеви действительно очень долго прямо оказывала давление, убирала его с приходов, отцепала Адельгейма, испытывая личную неприязнь и такую ревность по отношению к нему. Дело было рассмотрено, и дело было не в пользу митрополита. То есть, там было такое решение, ну, Соломоново решение, что им просто повелели примириться. То есть, митрополит не выиграл дело. Ну, это было уже как бы давно, но это было одним из показателей того, что суд работает. Извините меня, но такое широкое обсуждение вот этого судебного процесса вокруг Кураева, конечно, это заслуга самого Кураева, в том числе, но это свидетельство изменения и внутри, и внутри московской патриархии. Выдавать это за какой-то обскурантизм, то, что происходит, как мне кажется, это опять же идеологическая фальсификация революционного подполья, критика в церкви. Ну, вот акции Кураева выросли. Я знаю, по-моему, Юрий Кириллович Сипков недавно пригласил присоединиться к баптизму. Ну, если Юрий Кириллович пригласил Кураева, значит, это у Кураева акции выросли, но в другом направлении. Ну, не знаю, мы готовы принять эту церковь. Ну, здесь, понимаете, фигура Кураева, как мне кажется, она, ну, играет, ну, играет достаточно большую такую общественную роль, но и сам Кураев способствует вот такому, что ли, очищению церкви, и многие священники, епископы действительно его поддерживают, но при этом и он сам, и все его дело на самом деле является скорее показателем вот такой эволюции и церковного управления церковного суда. А Сергей Чепнин в своей статье «Церковь сдулась» привел пример этого хабаровского священника, которого уволили с настоятельства приходами, да, я помню, два прихода там в Бербежанской епархии. Отец Андрей Винарский в качестве примера того, что вот, смотрите, там страшная патриархия устроила вот такое наказание для священника, который просто вышел на улицу, значит, и вышел на демонстрацию. Опять неправда. Ну, неправда, потому что отец Андрей Винарский с прошлого года, с дела Сергея Фургала, вот этого бывшего губернатора хабаровского края, выходил на улицу. У него больше десяти вот этих судебных решений, штрафов и задержаний. Перед Великим постом, перед первую неделю Великого поста, его, значит, приговорили к двадцати суткам. Соответственно, он не сможет служить в довольно ответственное, значит, время для священнослужителя Русско-православной церкви. Ну, можно же сказать, что он уеденится, как бы, для поста и молитвы. Он настоятель, он обязан служить. Но при этом его просто убирают с поста настоятеля безо всех политических формулировок. Ему ничего не предъявляют, его никто не там осудил и не лишил священнослужения. Ничего больше не произошло. То есть, вот из комментариев, даже самых таких либеральных, вот, друзья, у меня там в Фейсбуке, вот ясно, что, ну, многие писали о том, что у епископа бербиджанского очень большое долготерпение. Потому что, ну, во-первых, раньше, я всегда, как бы, сравниваю просто, там, я не просто говорю раньше, не потому что, как бы, раньше было, там, мне какое-то вот такое впечатление, что раньше было, там, хорошо. Но я сравниваю с теми полевыми исследованиями, которые мы проводили 20 лет назад, и поэтому я все время отсылаю к тому периоду. Соответственно, тогда со священником вообще не стали бы церемониться. Никто никогда и в прессе такие вот темы не рассматривал, его просто не было бы. А здесь, извините меня, священник выходит и будет выходить. А с этой шапкой, там, я, мой Сергей Фургал, при этом, ну, став его печать, ни одного политического слова отец Андрея Винарский вообще не сказал. Поэтому епископу, извините, придраться даже ни к чему. Соответственно, вот вам ситуация. Она же более сложная, чем просто патриархия плохая. Согласитесь? Соглашусь. Вот так. Опять же, идеологическая фальсификация революционного подполья критиков патриархии. Хорошо. Церковь и политика часто сейчас звучало в вашем интервью. Вы знаете, протестантской среде это вообще табу наложили, типа, никто не должен лезть, там, грязное дело, и все, уже всех обмазали таким этим, хотя все, опять же, хотят встретиться и поговорить, и... А в православии как-то не боятся этого, понимают, что политика — это часть нашей жизни. Это часть тех процессов, которые происходят и в церкви, и с церковью. Это же и есть политика. Мы не можем отгородиться, да, уйти куда-то. — Церковь является составной частью общества. Церковь общенациональная, которая вырастает как бы из исторической традиции, в том числе из государственной традиции, строительства государства. Как вот патриарх Алексей всегда говорил в 90-е годы, подчеркивал, что мы государство, образующая церковь. И тогда это было такой идеологией. Митрополит Кирилл об этом тоже много говорил, но, став патриархом, он все-таки сделал упор больше на такую социальную составляющую. В 9-м году и в 10-м. Я помню, что именно тогда я окончательно перестал публиковаться на портале Кредо. Именно потому, что и риторика патриархии изменилась. И вот такая как бардикальная критика к церкви, она перестала отражать реальность. Соответственно, для общенациональной церкви участие в общественно-политической жизни — это что-то совершенно естественное. И даже обязательно, потому что таким образом церковь заявляет о том, что она берет ответственность за то, что происходит в стране. И если это действительно национальная церковь, то, конечно, она должна брать ответственность. Иначе какая же она национальная церковь, если она безответственная? И политическая жизнь — это также, в общем, часть достаточно важная и гражданской активности, и отстаивание интересов своих и своих прихожан. Вот, в общем, вот эти две составляющие. То есть первая составляющая — это сама по себе ответственность национальной церкви. А второе — это сопереживание с интересами своих прихожан. Как только вот это возникает, химия такая, то тогда и церковь, естественно, участвует в политической жизни через своих представителей. Будь то священники, которые там выступают за милосердие, будь то отдельные прихожане, которые там вступают в партии или идут с какими-то плакатами на улице, это безусловно происходит, потому что это естественное, что ли, вот логическое вот такое движение, связанное с защитой своих же прав и интересов. Если это затрагивает мою жизнь, мою семью, мою работу, также, ну не знаю, мой приход и территорию вокруг храма, мой район, то почему я должен от этого отказываться? Я должен отдавать это кому-то еще? А я тут живу, я сам должен нести за это ответственность. Ну, я думаю, что членам протестантской церкви и своим пасторам это ощущение также известно, и не только известно, а более того, опять же, когда я брал интервью у десятков и сотен пасторов, именно от пастора прежде всего, а, кстати, не от православных священнослужителей, я больше всего слышал вот эти слова о том, что мы берем ответственность за подъезд, двор, район, город, а православные тогда, да, вот эти 15 лет или 10 лет назад, такого почему-то не говорили, но при этом сейчас оказалось все наоборот. Вот это интересное вот такое как бы социологическое, политическое переворот произошел в нашем религиозном обществе. Вот, ну, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос, почему? Нет, у меня нет ответа. Ну, и я пока тоже не готов, не готов это объяснить. Вот объяснить, почему революционное подполье выступает против патриархии, я могу. А вот почему произошел такой вот как бы смена позиций, там православие стало именно граждански и политически активным и взяло на себя ответственность за общество, а протестанты сдулись, да, вот протестанты сдулись. Ну, может быть, и на меня тоже найдется критик, но действительно протестанты сдулись. Кстати, опять же, когда говорят о таком засиле вот одной конфессии или о неправильной такой религиозной политике в России, часто говорят, что у нас выделены вот эти традиционные религии, и все. Тоже неправда. Потому что в законе о свободе совести вообще нет термина традиционной религии, там упоминается уважение к христианству там в целом в том числе. То есть трактовать преамбулу закона о свободе совести можно тоже по-разному. Ну, трактует. И, во-вторых, традиционными религиями у нас считается не только ведь православие, ну, из христианских конфессий, но и часть, значит, протестантских союзов и их руководство. Они тоже вполне традиционные, потому что они там в совете при президенте, в общественной палате и так далее. Ну, госслужащие на местах, к сожалению, этого не знают. Ну, скажем прямо. Ну, я бы сказал, что... Страна большая, чем дальше от Москвы, тем меньше знаний. В администрациях, вот губернаторских, ну, там, где есть специалисты по религиозным организациям, там об этом очень хорошо знают. Но, может быть, не знают в других структурах. Либо, как бы, опять же, этот вопрос обходит страной. Но при этом все равно есть преференции не только к православию. Я об этом так мягко хочу подвести к этому, что не только к православной церкви, есть преференции, не только, значит, к исламу, но ислам, опять же, разному. Там одни организации получают эти преференции, другие нет. Там буддисты, опять же, а кто у нас буддисты? Это бурятские, да? Калмойки. Вот. А получается, у нас еще вот Тува, да? Ну, Тува благодаря Шойгу там вроде бы вот хотят там тоже построить ступу на поклонной горе. Ну, там шуманизм сегодня развит. Но у нас на федеральном уровне, например, буддиста представляет глава буддиста Бурятии, а Калмойкия Тува. Тоже, в общем, это достаточно сложный вопрос с этими традиционными религиями. То есть все так немножко, значит, на уровне реальной религиозной политики у нас все как бы расслаивается. То есть одним позволяет, другим не позволяет. В сфере образования вы тоже знаете, что это такой сложный вопрос, что у одних там признана специальность теологии, есть своя академия, которая будет заниматься аккредитацией всех остальных пасторов. Это другая большая тема, да. А другие это возможности не имеет. И то есть сказать о том, что у нас там все определяет именно одна церковь, получается, нельзя. Ну, у нас одна церковь, которая называется Лубянка, все определяет, все политика для церквей. И еще есть одна структура на какой-то площади. Ну, это тогда тоже тема для другого разговора. Согласен, Соловей. Да, это больше вам Валерий Соловей расскажет. У него есть знакомый генерал, да, оттуда. Оттуда, да? Да. Спасибо вам, Роман Николаевич. Для наших зрителей напомню, у нас в гостях Роман Лункин, религовед, доктор политических наук, кандидат. Кандидат философских наук. Да, кандидатская степень религиовическая, докторская, политическая. Институт, Российская академия наук. Да. Институт Европы. Спасибо большое за... Не знаю, насколько нам удалось сегодня обсудить доклад, там, опонировать ему. Я думаю, что полностью разобрали по косточкам просто все. Без примеров. Почему? Без актуальных. Ну, несколько было. Ну, не несколько, но достаточно много. Я думаю, что мы вот так конкретно показали, что, в общем-то, это такой архаичный, довольно устаревший доклад, который не соответствует истине. Хорошо. Я надеюсь, посмотрит все-таки Александр Солдатов, и мы как-то с ним тоже поговорим. Что он думает? Какая у него рефлексия будет? Да, я тоже очень надеюсь. Хорошо. Спасибо большое, Аман Николаевич. Спасибо вам. Спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал «Взгляд с небесный». Ставьте лайки. Благослови всех, Господь. Спасибо. 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 Спасибо.